ДИСКЛЕЙМЕР Но, потом я подумал, что, ну, покажет намного карта, а у меня есть небольшой класс, который, ну, я еще для вас не осветил, поэтому сейчас кофе, я для вас разберу те карты, которые еще не разбирал, из нового дополнения, чтобы потом просто к ним больше не возвращаться, а уже говорить, имея знания по поводу тех или иных карт, уже о грядущих картах, будут ли они играть или нет, это будет намного проще. Так, карта у нас сегодня будет штук 5-6, я точно не знаю, ну, посмотрим. Значит, первая карта, о которой хотелось бы поговорить, это Гидролог, новый паладиновский Мурлок, за 2 маны 2-2, боевой клич, вы раскапываете секрет. Вот, это такая помесь, так, это такая помесь защитного мини-бота, да, которого отобрали у паладина, за 2 маны 2-2, вроде по характеристикам, и Дарк Педлера, да, который раскапывал одномановое существо, но здесь мы раскапываем секрет. И у этой карты есть исключительная особенность, давайте я про нее скажу, я читал, подготовился. Значит, если эта карта каким-то образом попадает в колоду мага, то, причем нам показали Мурлок, который может раскопать данного Мурлока, поэтому вероятность появления данной карты в другой колоде, в принципе, я думаю, недостаточно низкая. Можно будет, если будет какая-то Мурлок Грека, почему бы нет? Вот, если эта карта попадает к магу, вы раскапываете секрет мага, если эта карта попадается к ханту, секрет ханта, у паладина, естественно, паловский секрет, но если данная карта попадает к классу, у которого нет собственных секретов, данная карта будет раскапывать только секреты паладина, что делает эту карту немножко, ну, хуже. Если брать в расчет того, что нам показали новый квест Шамана на Мурлоков, эта карта больше, наверное, подошла туда, но мы в любом случае бы могли бы раскопать, было бы прикольно, ну, у Шамана, естественно, вот, за 3 маны 3-2 новый Мурлок, было бы прикольно, конечно, из всех классов выбрать какой-то секрет, потому что паловские секреты, ну, так, на порядок ниже остальных. А почему я сказал, что эта карта похожа на Дарк Педдлера, потому что все секреты паладина стоят одну ману, и все существа, которые Дарк Педдлер раскапывал, тоже стоили единицу маны. И вроде как, знаете, так, похоже, но секреты паладина чуть-чуть похуже, но не настолько хуже, в принципе. За 2 маны 2-3 плюс брать карту, в принципе, нам показала практика, что такие карты хорошо закрепляются, особенно на арене, да и в ладере. И сначала говорили, да что такое Дарк Педдлер, ну, 2-2 душка за 2, мы привыкли за 2 маны ставить, ну, 3-2, ну, 2-3. Намного круче выглядит, а тут 2-2 нам предлагают, плюс карта. На самом деле, не так уж и плохо, потому что мы при этом, ну, считайте, не теряем карты из своей руки. Во-вторых, мы можем, например, открыть какие-то дополнительные опции под наши секреты, почему бы нет. Ну, и в-третьих, захватить, хоть какую-то поставить агрессию на стол. Я считаю, что эта карта не настолько плоха, но, конечно же, хотелось бы, чтобы данная карта была бы у шамана, потому что, ну, паладину все добавляют, да, по одному мурлоку. И сейчас еще при призыв мурлоков у палы уходит. Мне кажется, пал на мурлоках не будет настолько эффективен, как шаман на мурлоках в ведущем дополнении. Поэтому, ну, даже без мурлока, в принципе, эту карту можно положить какого-нибудь мидрэндж паладина и взять какой-то секрет. Там есть побег на коды неплохой, можно бесконечно крутить гидролога при желании. Есть ложись, есть воскрешалить, да есть хорошие секреты, но они, конечно, порядок хуже, чем у других классов. Я считаю, что данная карта не настолько плоха на арене. Я думаю, мы будем хотеть ее брать, если нам будут предлагать, это достаточно круто. А в ладере надо смотреть, как будут обстоять дела по медь. Вот у нас карта, переходим к следующей. Следующая карта у нас на разбойника, и есть еще новый квест разбойника, я о нем скажу чуть попозже, потому что для начала надо рассказать вам о этой карте, она напрямую зависит от того, ну, ну, как бы она играет с новым квестом. Разбойник в том и скажу. Значит, за три маны спелл, мимикрия, вы берете карту и кладете в руку ее копию. Это такая вот чашка чая, да, вот, не знаю, чай за шесть маны, который вам три копии карты брал. Ну, то есть вы брали одну и две копии в подарок, да, за шесть маны. А тут такая помесь интеллекта чародея, потому что за три маны вы берете две карты. Ну, считайте, вы берете одну плюс копию второй. И помесь чая, потому что вы берете дублированную карту, первой дрованной. Вот, и вроде как эта карта намного лучше чая, потому что она стоит не так много маны. И даже эта карта лучше, наверное, интеллекта чародея, потому что интеллект чародея истощает тебе колоду, а эта карта дает тебе дубликат. И даже открывается новая опция под новый квест. И, возможно, эта карта в разы лучше, безусловно, чем чай. И даже, может быть, чем интеллект-чародея. Не хватает только для разбойника карты, которая бафалась бы за спылы. Но и такая карта у нас есть. Это 2-1 существо, которое бафается на плюс 1 хп от разыгранных спылов. К сожалению, не помню, как она называется. Если бы мы ее чаще в ладере видели, возможно, бы я знал. Ну, ее название. Вот. И, возможно, можно как-то комбинировать. Почему нет? У мага-то классно. Есть, во-первых, удешевление. Карты можно интеллект-чародея и за 2 маны сыграть. Ну, либо сыграть интеллект-чародея под каким-нибудь манозмеем, который качается на атаку. У разбойника, к сожалению, нет таких опций на раскачку других существ из заклинаний. Поэтому эта карта больше служит как добор. На арене очень хороша, потому что, ну, вряд ли мы в колоду будем брать какие-то фиговые карты. Да и в ладере. Поэтому взять такой добор, в принципе, очень крутой. И к фатику нас не подводит. Ну, и, в принципе, дает нам дублирующую карту. Скорее всего, она не будет говняной, потому что мы не у противника берем карты. Да и не классовая противника. А и свои колоды, которые заранее собрали. Я думаю, что эта карта будет выше среднего и будет играться. Нет, за 3 маны. В разбойнике как раз иногда не хватало добора. И, возможно, эта карта решит некоторые проблемы. Переходим к следующей карте. Следующая карта тоже нифига не однозначная. Ее показали вот сегодня с утра. Я такой проснулся, такой телефон почитал. Сначала на английском языке я такой понял, чё. Потом зашел сюда, прочитал на русском. Такой понял, чё. До сих пор не понял, как эта карта вообще играет. И как она будет себя показывать. Потому что нам ничего не сказали об отыгрыше данной карты. Ну, ладно, я прочитаю. Чудной свер... Свер... Сверкорень. 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 Боевый клич. Посмотрите, 3 карты. Угадайте, какая из них была в колоде противника в начале матча, чтобы получить ее копию. Во-первых, у противника в начале матча в мулигане. У противника в начале матча в колоде. И какие нам карты будут 3 показывать? 3 карты, ну, например, да, допустим, ну, просто прикинем, что эти 3 карты показывают, ну, все-таки из колоды противника, да. Это мое предположение, иначе эта карта абсолютно не имеет смысла. Угадайте, какая из них была в колоде противника в начале матча. То есть, есть процедура мулигана, когда противник оставляет себе там 3 карты. Ну, с монеткой 4 карты. Все остальное кладется в колоду. Вот с этого момента считается... Ну, мы сбросили, получили новые карты. Все остальное лежит в колоде. С этого момента получается, что то, что у противника в руке, это его рука. А то, что у противника в колоде, это в колоде. И на начало матча это после процедуры мулигана. Ребят, это только как я понимаю. Я не знаю, на деле не видел, как эта карта играет, но я просто представляю. В колоде противника в начале матча, чтобы получить ее копию. Значит, нам нужно угадать из трех карт ту карту, которую он скинул, и той карты, которой у нее не было на мулигане. Дальше возникает вопрос. Нам будут показывать две карты из его мулигана, и одну карту из его колоды. Ну, чтобы типа посложнее нам было дровнуть карту. Или нам будут вообще рандомные карты показывать. То есть нам могут показать три карты, которые были... Которые остались в колоде, и мы в любом случае возьмем карту. Или все-таки это дело усложнится. То есть, с одной стороны, ребят, да, классно, это можно 100% взять карту. Из колоды противника это очень круто. За три маны 3-3, в принципе, это характеристики тогда оправдывает. С другой стороны, даже если нам покажут две карты, которые противник оставил в булигане. Ну, во-первых, мы на первых ходах можем посмотреть, да, что противник будет выкидывать. Естественно, это будут, скорее всего, дешевые карты. И тут уже получается такая тема, что мы будем палить его карты. То есть, если нам показывают две карты, которые наставил в булигане, и одну, которую он сбросил, мы посмотрели его две карты в колоде. Ну, и как бы, ну, может быть, не угадали, да, которая карта осталась. А если нам будут из всех показывать, то, скорее всего, ну, зачастую мы 100% будем брать карту. Выбери лейтовую карту, как бы, и в любом случае ты ее получишь, да. В редком случае она тебе пришла после сбрасывания карт. Очень неоднозначная карта, надо смотреть, как это будет работать. Пока что для меня абсолютный секрет. Естественно, если бы я играл этой картой, я бы старался угадать, какую карту он не взял. Но, скорее всего, это была бы какая-нибудь дешевая и бесполезная карта, чтобы ее тупо дробнуть. Потому что эта карта без дрова особо, как бы, не очень сильная. Вот были бы у нее характеристики, допустим, 3-4 за 3. Ну, чуть получше было бы. Вот. А так, ну, для эпика, я имею в виду. А так, я не знаю, ну, разве что полить карты. Очень неоднозначная карта, ребят, я даже не знаю, что о ней прямо такого специфического сказать. Надо отыгрывать, надо смотреть. Но пока что, пока что больше вопросов, чем ответов в виде данной карты. Следующая карта Ханта. Я ее прозвал уже на стриме Бэтменом. Очень похожий арт. Бэтмен-ты ли это? Талвир-надзиратель. За 5 маны характеристки 3-5. Боевый клич вы берете двух существ из своей колоды стоимостью одной маны. Ну, во-первых, Ханту взять одномановых существ, это не проблема. Потому что у нее есть... Есть крутые однодроповые существа, которые выполняют сразу крутую функцию. Например, там, предметно Хрип, нанести один урон классно. Да другие, например. Да много-много существ у Ханта, которые он берет одномановых. В принципе, ему пофиг, да? Вроде как-то и кладется. Данное описание. Ты можешь добрать, но характеристики у данной карты предполагают, что эта колода должна быть какая-то агрессивная. То есть у вас должно быть большое количество единичек, и вы должны быстро источать свою колоду, чтобы вам требовался добор. Эта карта решает проблему добора, но, как показала практика, агродеки... Агрохант сейчас как-то не очень особо силен. И эта карта не имеет крутых характеристиков. Была бы она 5-3, и тогда бы ее можно положить было в Агроханта. А так, вроде как, характеристики у нее мидрэндж колоды, а описание вроде для игры. И как-то бессмысленно получается. Ну, такое себе. Я бы не назвал колоду топчиком. Выставляла бы она сразу единички на стол, было бы намного круче. А так ты берешь в руки, тебе потом еще надо потратить 2 маны, чтобы разыграть эти единички. А может это будет, знаете, как ключом для... Ну, например, если у нас звери одномановые. Под киллкоман, допустим, да? В дальнейшем может быть. Достощение. Ну, вот я честно скажу, но в мидрэндж я бы и не положил, потому что нам хотелось бы дальше по темпу шагать вперед. И как-то коды выглядят приятнее. За 5 маны 2-5 с рывком. А в Агроту... В Агроту... Характеристики у нее не подходят. Вроде такие мидрэнджевские. Контроль хант... Ну... О контроле ханте это просто мифы ходят. Поэтому я считаю, что карта шлаг. Не очень интересная. Скорее всего, так и останется этот симпатичный Бэтмен на просторах нашей коллекции. Следующая карта это Осколок Льда. Нейтральная карта. Элементаль 2-1. Как показала практика, тушки с жопкой в единицу особо не играют, потому что их как минимум треть... Треть класса может просто забрать с обилки. Например, пинг мага, удар головой разбойника, удар головой друидом, ну и так далее. Во-вторых, нам показали уже более крутых элементалей. За одну ману 1-2 призовите себе копию в руку. Это выглядит намного прикольнее. И синергии с элементалями вряд ли мы бы заходили взять именно эту карту. Ну, потому что есть как минимум... Вот эта карта, как минимум. Кладите в руку элементаля, да? Или что-то там еще было интересное. А, там, наверное, классовая, да, была? Поэтому эта карта не очень выглядит круто. Есть крутые, например, одну маную, там, пощельте себя на 2, там. Предсмертные хрипы какие-нибудь какие-то крутые. Вот добавилась просто заморозка. Мне кажется, это просто новая шлака карта, которая не заиграет. С каждым ходом эффективность данной карты будет просто ухудшаться, а вначале мы ее не сможем сыграть, потому что ее очень быстро запылесосит. Поэтому... Поэтому не прикольно. Я бы сказал, что это пока что, наверное, самая худшая карта из тех, что нам показали. Ну и на сладенькое я ставил новый квест разбойника, вокруг которого прям было куча шума и гамма. Так, давайте попробуем вместе с вами разобраться. Тоже неоднозначная фигня, если честно. И непонятно, как это все дело будет играть. Подземные пещеры за одну ману. Задача. Разыграть 4 существа с одинаковым названием. Награда Средоточие Кристалла. Ну, во-первых, что такое 4 существа с одинаковым названием? Это 4 одинаковых карты. 4 агента ШРУ, 4, там, не знаю, продавца закусок, ну и так далее, там подобное. Вот. И почему я сначала показал новый спелл разбойника? Потому что он частично решает проблему того, что у нас нету 4-х карт одинаковых в колоде. Но, в принципе, изначально, знаете, как-то подумать, что, ну, вроде как-то и не разыграть, да, этот квест. Он очень тяжелый такой, и надо собирать специфическую колоду, например, с перекрутками, с пандами, возвращать в руку шадоу-степы, вот эти вот, и разыгрывать существ заново. Тогда будет читаться квест. Но вопрос, как он будет читаться? Нам показали, например, квест пристав, ты выставляешь на стол существо, у тебя там тикает, да, допустим, получается. Ты поставил один присмертный хрип, там, второй поставил, второй поставил. Допустим, здесь. Ты поставил существо, ну, допустим, етика на стол, у тебя тикнуло. Ты пандой забрал, у тебя как бы обнулил и снова тикнул. То есть тебе за один уход надо поставить 4 карты? Скорее всего, нет. Тебе вообще, в принципе, надо поставить, то есть там какой-то есть счетчик записи всех карт, которые ты разыграл. Соответственно, соответственно, можно, можно в каких-то специфических колодах это разыграть, и скорее всего, люди будут пытаться это строить, но я не думаю, что это будет эффективно, потому что приз, точнее, сложность квеста очень велика, вот приз, а вот приз оказался, ну, вот, совсем никаким. За 5 маны, средоточие кристаллы, до конца игры ваши существа становятся 5-5. Причем ваши существа, даже призванные из других существ, например, токены из училки или там пойдешь на шашлык вот это за 3 маны. Поэтому, слушайте, я не знаю, то есть мы должны как-то выкинуть руку, потом добрать кучу карт мелких и выставить их с характеристиками 5-5. И это выглядит не то, что сложно, это, скорее всего, выглядит как-то невозможно. Не вижу способа на победу. Нужна очень специфическая колода, чтобы это все дело отыграло. Поэтому я не могу сейчас как-то объективно оценить данную колоду, пока нам, как минимум, не показали какие-то интересные комбинации и реализации данного квеста. Но мы в любом случае, ребят, посмотрим, посмотрим, что придумают. Я сам попытаюсь попридумывать, но пока что данная карта у меня тоже вызывает больше вопросов, чем ответов. Ну и, по-моему, это все. Это все с этим разбором. Увидимся с вами после 4-х по Москве, когда я буду разбирать уже новый карт, который нам расскажет. Скорее всего, будет тоже около 11. Я думаю, 11-15 карт нам покажет. Кстати, скорее всего, это будут карты Друида и Вара, потому что только они остались без легендарки и даже без квеста. Мы их не видели совсем. И, может быть, покажут новый квест Паладина, что тоже интересно. А на этом все. Если вам понравилось видео, то ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал и вступайте в Грув ВКонтакте. Ссылочки везде есть в описании. А с вами был Грув. Увидимся в новых видеостримах. Всем пока-пока, друзья. Пока. Держите птичку. Субтитры сделал DimaTorzok